Яко благо и человека любит. Аминь, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Беседность святителя Иоанна Златоуста от Матфея на 21 глава. Христос зашел в храм и увидел, что в храме есть беспорядки. И выгнал, говорит, всех продающих и покупающих, опрокинулся с камнями навчаков и сказал, «Дом мой, дом мой молитвы на рече, а вы сделали его вертепом разбойников». Об этом говорит Иоанн, только говорит в начале Евангелия, а Матфей в конце. Поэтому, вероятно, что так случилось два раза, и при том в разное время. Это видно из обстоятельства времени, из ответа иудеев Иисуса. У Иоанна говорится, что это случилось в самый праздник Пасхи. А у Матфея задолго до Пасхи. Там говорят иудеи, каким знамением докажешь ты нам. А здесь молчат, хотя Христос укорил их. Молчат, потому что все уже дивились о Ему. Тем большего достойно обвинение иудеев, что Христос не один раз сделал это. А они все еще не переставали торговать храме и называли Христа противником Божиим. Тогда как и отсюда должны были видеть честь, воздаваемую им Отцу и, собственно, Его могущество. Они видели, как Он и чудеса творил, и как слова Его согласны с делами Его. Но они и убеждались и этим, и негодовали, несмотря и на то, что слышали пророка, говорящего об этом, и от врагов, неполитам своим, прославлявших Иисуса. Потому Он, обличая их, приводит слова пророка Исаии. Дом мой, домом молитвы наречется. И не этим только показывает Христос свою власть, но и тем, что исцеляют различные болезни. И приступили, говорится, к Нему в храме слепые и храмы, и Он исцелил их. И здесь Он являет Свою силу и могущество. Но иудеи не трогались и этим. Но видны и последние чудеса Его, и слыша от врагов, прославляющих Его, сильно негодовали и говорили Ему. Слышишь ли, что они говорят? Что же Христос? Так как иудеи противоречили столь очевидным знамением, то Христос, чтобы сильнее обречить их и вместе исправить, говорит, «Разве вы никогда не читали? Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу». И хорошо Он сказал, «Из уст, так как слова их происходили не от разума их, но Его же сила двигала несовершенным еще языком их». Это изображало также и язычников, которые прежде не манствовали, но потом вдруг начинали вещать великие истины убедительно, с верой, и вместе немало утешало и апостолов». Иудей спрашивает его, «Какой властью ты это делаешь?» Так как иудеи не могли унизить его чудес, то выставляет ему поступок его в храме сторожниками. Смысл же вопрос иудеев был такой, «Получил ли ты кафедру учительскую или рукоположен во священника? Что выказываешь такую власть?» Хотя Христос ничего не сделал, чтобы показывала гордость, а только проявил заботу о благочинии церковном. Однако иудеи, не имея совершенно ничего сказать против Иисуса, ставят ему в вину и это. И что же Христос? Он не прямо отвечает на их вопрос, показывая тем, что они могли знать о его власти. «Если бы захотели, но сам спрашивает их, говоря, а крещение Иоанна откуда было? С небес или от человека? Но как это относится и к нему, спросишь ты. И очень. Если бы не сказали «с небес», он отвечал бы им, почему же вы не поверили ему? Потому что если бы верили, то и не спросили бы об этом, так, как о нем говорил Иоанн, недостойно развязать ремень обуви его. И еще. Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. И так же. «Се есть Сын Божий». И еще. «Приходящий с небес есть выше всех». И опять. «Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое». Поэтому, если бы иудеи поверили Иоанну, то не было бы никакого затруднения для них знать, какую властью Христос делает это. Далее. Так как иудеи с лукавством отвечали ему «не знаю», то Христос не сказал им «и я не знаю». «Ну что же, и я вам не скажу», отвечает Христос. Если бы они в самом деле не знали, то надлежало было бы научить их. Но так как они поступали лукаво, то Христос справедливо ничего не отвечает им. Почему же иудеи не сказали, что крещение Иоаннова было от человека? Боялись народа, сказано. Видишь ли, развращенное сердце. Богом всюду пренебрегают, а для людей все делают. И Иоанна боялись ради людей, уважая святого мужа не ради него самого, но ради народа. Ради народа они не хотели веровать и в Иисуса Христа. Вот где источник всех зол для них. Аминь. Это не только для них, но и для нас. Когда боимся где-то исповедовать Христа, как бы что ни подумали, да как бы что ни сказали. С миром Божиим! Завтра 8 часов, мои портаны.